Политический кризис в Италии. Спустя несколько недель после парламентских выборов коалиции так и не удалось сформировать правительство. Президенты страны Серджио Маттарелло не устроили кандидатуры, которые предлагались в кабинет министров. После этого исполнявший обязанности премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что не сможет в таких условиях сформировать новое правительство и вернул мандат президенту. Теперь, судя по всему, Италию ждут новые выборы. На прямую связь с нашей студией из Рима выходит руководитель представительства агентства ТАСС в Италии и Ватикане Алексей Букалов. Алексей Михайлович, добрый день, приветствую вас. Слышите ли вы московскую студию РТВА? Добрый вечер, добрый вечер. Вы совершенно правильно изложили суть событий. Я бы только добавил, что Серджио Маттарелло не весь список не устроил, а только одно имя, которое ему показалось очень важным. Да, вот, собственно, я об этом и хотел вас спросить. Я так понимаю, что камнем преткновения оказалась кандидат на пост министра экономики. Что же случилось? Почему именно он поставил под сомнение нынешнюю конструкцию власти в Италии в целом? Вы знаете, я забегаясь вперед, скажу вам, что этим дело не ограничилось. Президент Маттарелло заявил о том, что он отклоняет список правительства. В воскресенье вечером, это нужно себе представить, чтобы в воскресенье вечером, в президентский дворец съездили, съехались все корреспонденты и представители разных политических партий, должен услышать. В воскресенье вечером это святое, в воскресенье вечером итальянцы отдыхают. Нет, Маттарелло сказал, что он не может принять этот список, из-за того, что один из участников предлагаемого правительства, Пауло Савона, 80-летний экономист, он известен как противник Евросоюза. И Маттарелло сказал, что Италия является одной из основательниц Евросоюза, и что мы не можем себе позволить такую роскошь, чтобы постминистр экономики занимал противник единой европейской валюты. При этом он сказал, что я приму решение в ближайшее время. Сказал он, это было очень взволнованное короткое его выступление во дворце Киринальском. И действительно, он не стал терять время, и сегодня уже понедельник утром он объявил кандидатуру нового кандидата на пост премьера. Его зовут Карло Коттарелли, это тоже экономист, ему 64 года. Он долгое время работал в Международном валютном фонде. И он получил мандат, как было сказано, на формирование технического беспартийного кабинета. Но поскольку его уже отказались поддержать ряд партий, включая такое движение Пятизвезд, а также Лига, а также вперед Италия, это партия Бельгускони, они уже заявили, что не выразит доверие правительству Коттарелли. И, видимо, все-таки будет прибегнута к распуску парламента, если Сержи Моторелла распустит парламент. Это может произойти, и будут назначены новые выборы, причем это может произойти уже ближайшей осенью, а именно 9 сентября. Видите, у нас день выборов совпадает в этом отношении с Италией. Это понемногу, что у нас совпадает. Ну, и правда, есть еще вариант выборы провести весной 2019 года. Но досрочные выборы обязательно будут проведены. Значит, ну, здесь злые языки говорят, что Джузеппе Конте с самого начала не повезло, потому что он по ошибке, ну, не по ошибке, я не знаю, как это получилось, он в своем курикулу, в своей биографии для президента заявил о том, что он изучал английский язык и вообще проходил такую служебную стажировку в Нью-Йорк-Сити-Университет, в университете Нью-Йорка. И не прошло буквально нескольких часов, как американские источники объявили о том, что среди таких слушателей в Нью-Йорк-Сити-Университет, Джузеппе Конте не числится. Это был, конечно, скандал. То есть это был просто обман? Нет, вы знаете, он как-то сумел уговорить окружающих, что это просто не на тех курсах учился, но это, конечно, произвело сильное впечатление. Тут его только ленивый, как говорится, по этому поводу не легнул. И вообще, это, конечно, по Джузеппе Конте, значит, если говорить Конте, значит, что-то заслуживает, и что-то он, какое-то внимание к нему привлекается. Они говорят, что Джузеппе нон Конте ничего не заслуживает. То есть обыграли итальянское вручание его фамилии. Ну, в общем, сейчас уже об этом говорить поздно, потому что он уже сошел. Кстати говоря, он не был депутатом парламента. Он так и не зашел на лимп итальянской политики. Вот сейчас будем смотреть за усилиями Катарали, которые в эти минуты встречаются со спикерами обеих палат итальянского парламента. Скажите, пожалуйста, Алексей Михайлович, насколько вот этот политический кризис был неизбежен? И насколько он является отражением какой-то общей проблемы, которая сейчас в итальянской политике существует? Ну, вы знаете, это замечательный вопрос. Я не стал бы говорить о неизбежности, потому что, конечно, тут это гадание на кофейной гущей. Но просто момент оказался, результаты выборов, где ни одна из партий не получила достаточного количества голосов, чтобы самостоятельно формировать правительство, где левая партия, предыдущая партия, демократическая партия, которая была у власти, которая вообще оказалась где-то на задворках парламента. Вот это был, конечно, серьезный удар. И главное не в этом. Главное в том, что итальянцы находятся в сложной такой экономической ситуации. Я имею в виду и государственный долг Италии, и проблемы с налогами. И они, в общем, находятся немножко ближе к центру, чем, скажем, Греция, тоже занимают одно из последних мест по экономическому состоянию в списке Евросоюза. Поэтому ссориться сейчас с Евросоюзом, это очень для них было опасно, они просто могли загнать в угол, и тогда неизвестно, как бы это получилось. Но вообще это событие, вы знаете, настолько левая партия, в том числе движение пяти звезд, такой лидер Ди Майо, настолько их возмутило поведение Серджио Мотореллы, хотя он потрясающе уважаемый человек, вообще борец с мафией, вообще совершенно уникальный представитель верхов итальянских. Что они потребовали впервые в истории Италии, потребовали его импичмента, потребовали его отставки. Но сейчас, кстати, колосса утихли, и больше я таких предложений в парламенте не слышал. Если позволите, последний вопрос, конечно, для российского читателя новостей и зрителя в контексте выборов парламентских в Италии всегда интересны два слова. Силию и Берлускони. А господин Берлускони, насколько я понимаю, имеет право принимать участие в выборах. Как вам кажется, насколько велики его шансы вернуться в большую политику? Ну, вы знаете, он сам отрицает такое предположение. Он говорит, что он... Но он уже находится, он не уходил из больших стран. Это правда. Просто он не претендует на первую строчку, не претендует на право формирования правительства. Ну, давайте, 82-й год, это, в общем-то сказать. Хотя там вообще все эти бойцы достаточно такие тоже, как бы сказать, великовозрастные, которые предлагали тот же, ну, скажем, тот же Салона, которому 81 год, которого предлагали на пост при министре экономики. Берлускони, он как бы поднял голову и выступает по этому поводу. Говорит, что он тех будет поддерживать. Эти не выдерживают. Он влияет на ситуацию. Ну, а насколько, так сказать, ему личность у вас светит, я сказать не берусь. Что ж, спасибо. Благодарю вас. Руководитель представительства агентства ТАСС в Италии и Ватикане Алексей Букалов на прямой связи с московской студией РТВА. РТВА